Звёздный завтрак на Радио Шансон Сейчас мы развеем туман. Дорога привела в студию Радио Шансон в прекрасную Людмилу Шаронова. Наконец-то у нас в гостях Людочка. Утро доброе, здравствуй. Доброе утро, Анна и все радиослушатели. Всем здоровья, счастья и любви. Всего самого-самого только хорошего. Хорошего утра. Ура! Вот как нам этого лучика света-то не хватало. Давайте начнём с музыкальной справки. Музыкальная справка. Людмила Шаронова. Рыба по знаку зодиака. Красная огненная змея по восточному гороскопу. Ягода горькая по эфиру Радио Шансон. Родилась на берегах Байкала в Иркутске. Там же окончила Иркутское театральное училище по специальности актёр театра драмы. На сегодняшний день снимается в кино и сериалах. Записывает и сама пишет песни. И снимает клипы. Звёздный завтрак. Люд, мы сегодня решили сделать такой необычный звёздный завтрак. За спиной-то огромное количество фильмов. сериалов. Но практически нигде твои героини не поют. Ну почему же нигде? Мои героини пели в нескольких спектаклях. Один спектакль, конечно, почил на Иркутской земле. Но и здесь, в Москве, я тоже исполняла некоторые песни. Но вот правда, да, на театральной сцене, не в кино. А в кино исполнить песню, это моя мечта. Я думаю, что она осуществится. Даже некоторые свои песни, они настолько у меня такие, как сказать, ёмкие, рисуют картинку, что я думаю, вполне могут стать треком какому-нибудь... Саундтреком? Да, да, да. Ты сегодня не одна в гости пришла. Расскажи, кто с тобой? Кто этот прекрасный мужчина с бородой в кепке и с гитарой? Это очень талантливый молодой человек. Зовут его Михаил Шустав. Он человек-оркестр, играет на нескольких инструментах. Сам пишет песни. Недавно тоже закончил, кстати, свой сольный, первый, я так понимаю, альбом шансона. Я думаю, что он вам покажет свои произведения. Интересно. А твоя команда? Вы вместе гастролируете, выступаете или вы просто друзья? А просто друзья разве бывают? Мы, я так скажу, люди, которые дышат одним ритмом. Мы друг друга понимаем, это главное. В общем, сегодня мы будем вспоминать песни нашего кинематографа, песни, которые близки и слушателям Радио Шансон, и Людмиле Шароновой тоже близки. Люд, ну, не будем скрывать, что мы примерно трек-лист уже составили. Давай, может, с какой-нибудь начнем песни? Запустим, так сказать, ритм? Запустим. Давайте. Значит, песни из кино, я так понимаю. Да, песни из кино. Ну, вот мне, допустим, нравится очень много песен, но мне бы хотелось начать вот с этой. Называется она «На тихорецкую состав отправиться». Из кинофильма «С легким паром». Да. Ребята, у нас в гостях Людмила Шаронова. Мы сегодня, между прочим, исполняем мечту. Да. Михаил. «На тихорецкую состав отправиться». Вагончик тронется перрон, останется стена кирпичная, часы вокзальные. Платочки белые, платочки белые, платочки белые. Платочки белые, глаза печальны, начнет выпытывать купе курящие. Про мое прошлое и настоящее. Навру стрекорова, пусть удивляются, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я. Вас не касается. Откроет душу мне матрос в тельняшечке. Как тяжело на свете жить, бедняшечке. Сойдет у нас танцы и распрощается. Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, а он останется. Ну что же, наш музыкальный вагончик «Звездный» запущен. У нас Людмила Шаронова в гостях. Ваши вопросы на 8-909-955-103-0 присылайте. А ведь неспроста у нас в эфире «Звездного завтрака» звучит голос Александра Малинина, потому что в 9-летнем возрасте, стоя, Людмила Шаронова провела двухчасовой концерт. Люда, расскажи об этом случае. По блату. У вас на радио блат? Нет, сестла. Так вот, по блату. Моя мама работала в музыкальном театре в Иркутске. Она своего ребенка, то бишь меня, пропустила в зрительный зал, где-то там на балкон какой-то, и я вцепилась в эти перила, чтобы поближе, поближе, и весь концерт прям простоял. Ну, так, в принципе, я реагировала на всех артистов. На какие бы концерты я ни попадала, я все время была ближе, вот туда мне прямо хотелось влезть, в этого артиста. Вот, ну такая вот. А себя на сцене представляла в эти минуты? Нет, мне вот больше нравилось, как люди поют, вот я вот это вот чувствовала и впитывала, вот что-то такое. Я теперь поэтому вижу людей, детей, вот я когда попадаю в детскую компанию, я вижу, кто поет. Они сразу подходят ко мне, и прямо вот они сразу-сразу-сразу, вот я их чувствую. Дети, всем привет! На этом можно делать целый бизнес, знаешь, выстраивается. Дети, вот этот будет петь, этот не будет. Не все, не все. Вот просто их так можно отличить. А как отличить ребенка, который поет? Ну вот, вот он вот так вот реагирует на музыку, он прямо сам начинает, вот сам-сам стремится к сцене. Сам, он видит поющих людей и тянется к ним. Такой некий транс практически. Ну типа да, да, это сразу видно. Так я думаю, что и любого. Ну, Анна, ну у вас дети. Да. Ну вы же знаете. Да они, знаешь, им три года, они уже три года в вечном трансе. Так, Людочка, недавно был день рождения. Видели в Инстаграм немного фрагменты твоего праздника. Видели торт, когда ты задувала свечи. Как у меня свечка потухла на самом, когда я хотела. Да, только свечка потухла. Желание какое-то загадывала, ошибка большое, призналась? Да на самом деле я просто загадать-то не успела. Но все мои желания сбываются, вот сегодня сбывается еще одно. Да, мы сегодня исполняем песни из кино. Главное, есть два варианта. Как мне сказала одна актриса, мечтай, значит, спеть на каком-то огромном конкурсе. Тогда обязательно споешь где-то пониже, но тоже хорошо. Я говорю, хорошо. То есть надо как-то побольше мечтать, и тогда среднее что-то исполнится. Вот. А другие говорят наоборот. Надо мечтать поменьше, чтобы потом меньше расстраиваться, если что. Я не знаю, кто для себя что выбирает. Я спокойна. Вот особенно после того, как я баба-ягодка опять. Все прекрасно. Да. Выглядите замечательно, Людмила. Да, я теперь поняла, что моя песня «Ягода горькая», она как раз по этому случаю. Но я еще ягода сладкая. А расскажи, какая большая мечта у Людмилы Шароновой? Вот такая самая в творческом плане глобальная. Да много. Главное не переставать мечтать. Вот как только перестанешь мечтать, то значит все. Ты стесняешься заявить, собрать Кремль, я не знаю, собрать стадион, но это же хорошо. Вы знаете, это можно об этом долго и упорно мечтать, но для того, чтобы это получилось, и многие мне задают этот вопрос, вот сейчас открываю секрет. Нужно такие песни, которые не оставят людей равнодушными. Мне кажется, вот так вот. И я хочу, чтобы в моем репертуаре появились такие песни, которые бы все полюбили и хотели бы слушать. Вот так. Они уже и сейчас есть. Ну да. Значит, сейчас, а мы идем к их популяризации. Спасибо вам. Целую, обнимаю. Вот у тебя совсем недавно появилась песня, которая, ну, всех тронула. Но потому что невозможно было. Это песня про маму. Расскажи немного об этой композиции. Ой, вы знаете, песня про маму, она появилась не недавно. Она появилась, может быть, на радио недавно, может быть, кто-то ее узнал недавно. Но все, кто ее узнают, они ее сразу добавляют в свой плейлист. Ну, конечно. И все, кто ее слышит, всегда добавляют. А мужчины всегда обращались ко мне с просьбой написать мужской вариант. Там есть слова «За все грехи ты дочь свою простишь». А. Да, а мужчины хотят, чтобы сыновей прощали. Сыновья, мы вас прощаем. За все, знаете, напишу и такую песню. Вот. Но вот эта песня, она связана просто с личными переживаниями. Когда-то давно я покинула родные берега Байкала, на которых родилась, как везде пишут. Вообще, родилась в городе Иркутске. Вот когда я покинула эти берега, я стала жутко скучать по маме. Я помню, как я оказалась здесь. Это единственный город, где у меня нет никаких знакомых, ни родственников. По крайней мере, не было тогда. А в каком году ты попал в Москву? Это был 97-й год. О, это же самый разгар. Тут самая веселуха творила. Так и у меня творилась веселуха. Меня пригласили попить, заплатили какой-то немыслимый гонорар. На него можно было купить квартиру. Это ресторан, свадьба? Что это было? Это был отдельный корпоратив новогодний. И, собственно, я с выпученными глазами, с большим количеством денег, непонятно, куда с ними бежать, стояла на Красной площади и думаю, что же мне делать. Я позвонила домой друзьям, которые остались там, в Иркутске. Они говорят, Люда, иди туда, где много народу. Там по-любому тебя как-то подхватят люди. А было страшно, да? Прям наличку дали в руки? И наличку, и неналичку. По-разному. Но факт в том, что страшно было. Было одиноко как-то. Мне не с кем было поделиться. И вот сейчас то, что я нахожусь у вас и делюсь совсем огромным количеством людей, это для меня тоже какая-то, видимо, в тот момент зародившаяся мечта, чтобы все были рядом. И вот посредством радио это случилось. Людмила Шаронова у нас сегодня в гостях. Мы сегодня исполняем песни кино. Обязательно после рекламы продолжим. Вижу ваши вопросы. Присоединяйтесь. 8-909-955-103-0. Звездный завтрак. А нет у нас сегодня никаких проблем, потому что у нас в гостях легкая на подъем. Людмила Шаронова. Вспоминали во время рекламы приезд Людмилы сюда, в Москву. 98-й год, как раз таки, когда все интересное происходило здесь у нас в столице. А я заглянула в Инстаграм, видела фото твоей, Людой, в 98-м году в черном платье, на каблуках. Ну так мне было 20 лет. Ну прекрасные ягоды там на самом деле. Ну и куча, наверное, упущенных возможностей. Но судьба была благосклонной. Сейчас я догоняю уходящий поезд. А вот, кстати, слушатели присоединяются. Вернувшись в тот день, когда вы посетили Москву, что бы вы себе посоветовали уже с высоты прожитых лет? От Елены вопрос. Ой, Елена, это вообще может прозвучать очень развернутый ответ. Но вообще, если говорить про город Москва, вот, допустим, оказалось бы я в другом городе, я, может быть, что-то другое посоветовала. Но в городе Москва я советую, нужно собраться, держать хвост пистолетом и вперед. Вот. Ну, наверное, так. Ты любишь на сегодняшний день этот город? Или приходится здесь жить, потому что творческие возможности? Ну, и то, и другое. Я не знаю. Я приезжаю домой, мне уже скучно через две недели. Опять хочется сюда. Но потом у меня здесь, извините, дилектор. Это важно. Да, Елена Александровна Бейдер. Мы с ней рука об руку. Ну как я ее тут брошу одну? Представляете, я возьму и улечу на Байкал, а она тут одна денешенька останется. Я же не могу так поступить. Люд, расскажи, над чем ты сейчас работаешь? У вас в проекте какая-то серьезная песня? Ой, знаете что? Человек предполагает, а Бог располагает. Я надеюсь, что будет не одна серьезная песня, еще много будет песен. У меня будет возможность их петь. А та песня, которая появится вот-вот, она прямо в работе. Она опять-таки про женскую судьбу. Судьбу нелегкую, судьбу женщины, она всегда надеется до последнего. Вот мужик уже женился, уже детей родил, она все думает, что он к ней вернется. Девушки, не живите иллюзиями. Наверное, песня в глубине, как сказать, вторым дном у нее, вторым планом идет вот эта тема. Опять за живое. Да, вот. А если говорить о том, что вот песня, вот она появится, и слушатели, пускай сами ее оценят, называется она «Черемуха». Это вместе союз продакшн, правильно сейчас идет работа? Да, да, да. И союз продакшн, процветание всего хорошего. Да всем нам, вообще всем людям, живущим на земле, где бы они ни жили, процветание, счастье, здоровье, любви, успеха, всего только хорошего. Расскажи, пожалуйста, о песне «Рекви». Песня, посвященная Кате Огонек. Песня, которая не пошла в широкую аудиторию, но клип можно найти на YouTube, посмотреть у тебя в Instagram. Песня, которая лежала у тебя 10 лет. Она не лежала. Значит так, песню написали Дмитрий Лавенчук и Сергей Иванов. Сергей Иванов «Царство небесное». Написал он ее прямо вот перед своим уходом, там, за несколько лет, мне кажется. И в какой-то момент сказал, Люда, я бы хотел, чтобы ты исполнила эту песню. Я не отказалась, потому что песня пронзила меня насквозь. Она такая трогательная. Вот. И мы ее исполнили. Дмитрия Лавенчуком записали, значит, фонограмму. Плюс. Вот. Она появилась в интернете. Очень трогательная, пронзительная песня. Спасибо. Светлая память Сергею Иванову. Вот. И послышать эту песню. А почему ты целых 10 лет не решалась? Почему-то вот такой столь долгий срок. прошел. Ну, не было. Карты сошлись так, а потом они сошлись по-другому. И слава богу, что на эту песню спустя 10 лет появился клип, и мы можем его теперь смотреть и слушать. Песня очень хорошая. Хотя записана давно. YouTube, Requiem, Людмила Шаронова, там действительно клипы и кадры выступления Михаила Круга, и кадры выступления Кати Огонек. Вообще посвящена она всем ушедшим артистам, всем вообще вот людям, которые пели и ушли от нас. Но по большей части, значит, учитывая, что мы работаем в жанре шансон, Катя Огонек и Михаила Круга. Так, поступают вопросы от наших слушателей. Люда, какие советы можно дать начинающим певцам? Не сдаваться. Самый главный совет. Скажу, какой совет дали мне в свое время. Я, человек, не без греха, обратилась к ясновидящему. Серьезно? Что мне делать? Да, честно. Это было в тех годах, когда ты... Давным-давно. Это долго рассказывать. А ты с каким вообще запросом пришла к ней? Что меня ждет? Вот, вы вопрос сейчас произнесли. Какой? Что делать начинающим певцам? Да, что делать начинающим певцам. Так петь надо, правильно? Ну, я вам скажу ответ на этот вопрос. И, кстати, потом я эту историю многим певцам рассказала уже. Сегодня расскажу всем радиослушателям, всем начинающим певцам. Надо себя показывать. И ясновидящая мне сказала, что идет слово «фестиваль». «Фестиваль». Тебе надо ехать на фестивали. Я говорю, а где же я возьму эти фестивали? Как же? Где же их найдешь? Они придут к тебе. Мне идет слово «фестиваль». А еще у тебя будет директор. Это прям правду? Да, честно. У тебя будет директор. Не пропусти эту женщину. Я вот просто уже теряюсь. Либо Людмила Шаронова играет роль, либо рассказывает правду. Это правда. Мы сегодня песни из кино исполняем вместе с Людмилой Шароновой. Тут у нас сегодня в гостях Михаил Шустав, в руках гитара. Люда, что исполним? Так мы будем замечательную песню исполнять. Называется она «Постой, паровоз, не стучите колеса». «Кондуктор, нажми на тормоза». Я к маменьке родной с последним поклоном спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная трясина. И жизнь моя вечная игра. «Постой, паровоз, не стучите колеса». Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку. Кондуктор, нажми на тормоза. Ну, как же классно, Людмила Шаронова у нас в гостях. Людмила Шаронова у нас сегодня в гостях. Ну, давайте скорее вопросов, сколько вы нам прислали к ним, собственно, и перейдем. Людмила, есть ли у вас суеверие или приметы перед выступлением или записью? Ну, вы знаете, я все-таки театральное образование-то получила. Поэтому перед выходом на сцену одно-единственное суеверие. Если ты не волнуешься, значит, тебя спектакль не трогает никак. А если волнуешься, значит, это хорошо, и надо идти вперед. Ну, и еще один профессиональный секрет могу открыть. Если вам страшно выходить на сцену, надо делать это каждый день. Да, верно. Людмила, какое ваше любимое блюдо и напиток? Ну, не сладкоежка. Сладкоежка? А все, уже семь лепестков улетели? Семь лепестков нет, обратно вернулись. Обратно вернулись, да? Все, вот у меня сегодня крупа. Мы сейчас о диете говорим, которая называется семь лепестков. Да, я такая была зошница заядлая, а потом мне стали всякие мед, сгущенки, пирожки. Ну, я как-то подумала, еще потом похудею. Ага. И вот сейчас вот это А опять возвращается. Мне даже тренажер подарили. Спасибо нашему режиссеру. Тебе тренажер подарили? Да. На день рождения? Да, вот. Я поэтому теперь... Он еще не превратился у тебя в доме в вешалку? Или он именно как тренажер? Да вы что? Да? Ну, мне его недавно совсем подарили. Еще время не прошло. Потому что, как правило, туда вещи. Ну, ладно, дай бог, пусть работает. А, Людмила, планируются ли какие-то интересные съемки в ближайшее время? Да, кстати, расскажи, что с кино, с сериалами? Может быть, с рекламой? Да все хорошо. Все хорошо? Вы можете меня там видеть, наблюдать. Кто, как сказать, следит за моим творчеством и вообще за мной. Пишут мне иногда смс-ки. Ой, сегодня видели тебя там-то там. Я где, видели? Они вот здесь, вот здесь. Вот буквально вчера мне Елена Александровна сообщила, что она меня тоже видела на каком-то канале в роли няни. Правда, фильм снимался давно. Примерно тогда же, когда я не родись красивой снимался. Ну, вот показывают до сих пор, опять показали. Вот. Правда, люди меня то узнают, то не узнают. Ну, приятно, что... Слушай, а раз на съемках говорим, давай поговорим о клипе на песню «Берегите женщин». Съемки проходили где-то... Я видела, ты долго ехала в транспорте, потом ты пила «Энергетик». Как-то ты себя бодрила, чтобы... Где это все было? Где вы снимали? Аня. Да. Я очень рада, что в вашем лице я нашла человека, который как раз следит за мной. Не, мне говорили, есть человек, который следит за тобой. Да я сторис просто смотрю. Да ты! Ну, да, я просто... У меня было мероприятие, оно закончилось поздно, допустим, в 2 часа ночи. А в 12 часов дня мы должны были быть уже на радио в Липецке. Вот. И, значит, 6 часов ехать до Липецка, и вот мы ехали, ехали, я все время боялась уснуть, чтобы водитель тоже не уснул. Вот мой благоверный, любимый Алексей, привет тебе. Вот, не уснул. Ну, я тоже не спала, вот, и потом, значит, я поняла, для чего существуют энергетики. Иногда можно их принять, да. А насчет клипа мы решили снимать людей простых профессий, вот земных профессий. Не то, что там актриса, певица, там еще кто-то, а вот просто, как люди живут. И нашли бабулю, у которой есть корова, она ее так радостно доит, привет ей большой, дорогая наша тетя Нина. Вот, нашли скорую помощь, как там вот работает. Люди, скорой помощи, большой привет. Нашли проводницу, еще кого-то, еще кого-то, там целый спектр. То есть клип принимали участие не актеры, а вот... Вот именно всякие всевозможные профессии. Ну, там, конечно, смешанные, но вот с коровой точно, просто бабушка. Вот, причем она казалась такая фотогеничная, я очень жалею, что ее мало в клипе. Она такая улыбчивая, такая милая. Вот. Ну, в общем-то, и люди все были рады. Они так рады были принять участие в съемках. Нам что только не подарили. И то, и другое уже не буду называть. То есть ты с едой возвращалась домой? С едой, да, с едой. Вот. Ну, и, конечно же, хочу передать огромное спасибо нашему директору, которая все вот это ходила, снимала. Она снимает происходящие съемки всегда вокруг, что происходит. И самоотверженно едет всегда за мной. Вот. А что касается концерта, который перед этим прошел в Липецке, я благодарна каждому слушателю. У меня там тоже произошел интересный случай. Ко мне подошла девушка, сказала, так же вот, ну, как вот обычно это бывает, а могу ли я петь? Я говорю, вы знаете, ну, я давайте проверю слух у вас. Спойте, в лесу родилась елочка. Она говорит, да нет, я спою вашу песню. И начала петь, если любить не сейчас, то потом, от начала до конца. Дорогие друзья, спасибо, что вы слушаете мои песни. Приходите на мои мероприятия и знаете их наизусть. И вы вообще большие молодцы. Спасибо вам, что есть вы. Ну, армия у тебя поклонников огромная. Смотри, сколько сегодня людей появились. Вот пишут, что больше всего цените в мужчинах? Какие качества? Ой, в мужчинах что нужно ценить больше всего? Ты знаешь, Люда, вопросы, ой, ответы разные могут быть у девчонок в наше время. Ну, вот такие примерно, где-то там приблизительно. Самое главное, чтобы не бросил в ответственный момент. Знаете, вот есть буквально такой ответственный момент, когда ты надеешься на человека, а он раз и срулил куда-то. Знаю, прекрасно. Да, ну вот, чтобы этого не было никогда ни у кого. Ответственных люблю мужчин, сильных, и на которых можно положиться. Ну, не потому, что я прям хочу положиться на кого-то. Ответственных, сильных, хороших, добрых, не знаю, отзывчивых. Никогда об этом не говорили на сегодняшний день. Сердце Людмилы Шаруновой свободное или занято? Слушайте, ну... Мое сердце открыто для всех слушателей. Открыто для всех слушателей? Для всех слушателей, потому что в своих песнях я как раз об этом и рассказываю. Слушайте мои песни и будете знать. Так, хорошо. Будет ли дуэт в ближайшее время? Вопрос от Евгения. Ну, пока не знаю, честно сказать. Очень бы хотелось. У меня, как обычно, когда мы любим, нас не любят. Когда не любят, любим мы. Хорошо. Когда мы любим, дуэт с кем хочется? Ну, это опять из серии «Все невозможное возможно». Мысли в космос запустим. С Ириной Александровной вот хочу дуэт. С Михаилом. А, вот так вот? С теми людьми, которые рядом прям? Конечно, а что нам? Мы вперед из песней. Так, считаете ли вы себя примером для подражания? Вопрос от Вероники. И были ли у вас кумиры в детстве? Ну, не создавай себе кумиров. Я не буду далеко уходить от того, что уже сказала. Вот я тянулась к людям, которые поют. Меня всегда завораживали красивые голоса. Я всегда вот старалась питать как-то. Ну, кумиры есть. Я кумиров чувствую так. Когда я вот вижу талантливого человека, я понимаю, что вот этот человек талантливый, и меня к нему тянет. Не знаю, как-то само собой. А когда человек что-то там, ну, я не буду его ругать, если он там не талантливый, что-то. Но я могу не сказать, но подумаю, что вот ему надо вот над этим поработать. Или вот над этим. Могу сказать, могу не сказать. Чаще не говорю, потому что люди не любят, когда их критикуют. Ну, не тянусь. Не тянусь. Огромнейший тебе привет со всей России, потому что к нам подключается и Карелия, и Казахстан на связи, Тверь пишут сообщения. Все очень рады видеть и слышать тебя в эфире. Я напомню, что сегодня эфир непростой. Людмила Шаронова исполняет песни из кинофильмов. И после небольшой паузы мы к ним вернемся. Людмила Шаронова у нас сегодня в гостях. Песни из кинофильмов. Обязательно к ним перейдем. Я вижу пока ваши вопросы. Люд, прекрасный вопрос от Юлии. Какой девиз у тебя по жизни? Гореть всегда, гореть всегда, до дней последних донца. Гореть и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце. Хорошо, это хорошо. А бывают, кстати, моменты, когда ты чувствуешь, ну, немножко перегорела, немножко остыла. Как в эти моменты ты себя, ну как, мотивируешь, что ли? Я не знаю, заново заряжаешь? Бассейн очень помогает, всем рекомендую. И потом просто даже прогуляться вокруг дома. Просто вот походить отстраненно. Раньше вот надо от детства опять-таки не отрываться. Дети же в детстве, как они заряжаются? Бегут и бегают, и играют. Да у них это, самозаряжающаяся же батарейка. Ну, так они все равно заряжаются. Взрослые же уже не бегают, ну, как сказать, по улице, просто вот не ходят с остраненными мыслями, не знаю, развеются. Ну, вот желательно на природе. Я вот люблю. На природу выходить. Походить, погулять, да, собраться с мыслями, подумать, пообщаться самой с собой в какой-то момент, спросить, что ты хотела бы, что бы не хотела, вот так вот. А часто вообще моменты одиночества случаются в той жизни? Тебе они нужны? Творческим людям они вообще нужны? Ну, во-первых, бывают такие моменты, когда начинают навеиваться стихи какие-то. Ты тоже должен посидеть, подумать, внутрь себя заглянуть. Вы же начали с того, что я рыба, а рыбы все черпают из себя. У нас так много всего. Мы же этот, как его, источник, источник. Кстати, а твои стихи? Ты редко записываешь песни на свои стихи. Все больше вот к нам попадают песни, да, созданные другими авторами. У тебя где-то на альбомах вот есть прям собранные, да, там, песни Людмилы Шароновой, полностью написанные тобой? Есть, у меня есть мой YouTube-канал, зайдите, посмотрите, там все это есть. Я свои какие-то яркие моменты жизни всегда описывала в песнях, и поэтому, собственно, вот сейчас вот есть тоже надежда на некоторых композиторов, кто мне поможет создавать аранжировки, все такое. Ну и мы еще, во-первых, сотрудничаем с «Союз Продакшеном», все хорошо. Я стараюсь. Хорошо. Вопрос от Виталия. Какой ролью гордитесь больше всего? Ну, как сказать, сейчас такое трудное время, так трудно вообще роль-то себе как-то, чтобы она тебя... Я из тех актеров, мне что предлагают, я то и играю быстрее. Мне лишь бы поиграть. Поэтому я всем горжусь, вот, но пока у меня такой глобальной роли нет, надеюсь, что она ко мне придет, и я буду ей гордиться. А какая роль для тебя глобальная? Ты что-то хочешь в драматическом плане сыграть? В каком-то фильме прям серьезном-серьезном? Ну, когда я училась, я играла много кого интересного, кого даже не знаю, успею сейчас-то уже сыграть или нет. Например, Белочелова это была я. Да, из Женитьбы Бальзаминового. Но тут же в этом же спектакле с меня снимали подушки, она же там такая полненькая. Я сразу превращалась в худенькую капочку, и ее тоже тут же играла. Вот, я переиграла, кого только не переиграла. Ну, мой образ такие деревенские женщины простые, как эта девушка может уехать из деревни, но деревня из девушки никогда. Слушай, а в какой-нибудь скандальный фильм, в авторское кино, если бы пригласили, пошла бы? Конечно! Пошла бы, да? Да, у меня волею судьбы случилось такое, что я попала в список, такие есть люди, их немного, называется «Мастер скандала». Это что за список такой? Это как-то меня пригласили в какую-то программу, которая посвящалась разным там выяснениям. Люди приходят в суд и выясняют, у кого там что, чего, куда. И так пару раз я попала в эту программу, а потом оказалось, что я в десятке лучших скандалистов. А вот как? Мы-то о вас и не знали, Людмила. Ну, это да, второе дно. Не говорите так, пожалуйста, никогда. Ну, что же, напоследок, ну, напоследок, наверное, не скажем, а споем сегодня фильмы с кинофильмов, исполняем. А напоследок я скажу, Людмила Шаронова у нас сегодня в гостях. Людмила, Михаил, вам слово. А напоследок я скажу, Прощай, любить не обязуйся. С ума схожу или восхожу К высокой степени безумства. Как ты любил, ты пригубил, Погибели, не в этом дело. Как ты любил, ты погубил, Но погубил так, не умела. Так напоследок я скажу, Работу малую висок Еще вершит, Но пали руки И стайкою наискосок уходят Запахи и звуки. Так напоследок я скажу, Прощай, любить не обязуйся. С ума схожу или восхожу К высокой степени безумства. Так напоследок я скажу. Ну как же здорово! Людмила Шаронова у нас в гостях, Михаил Шустав в помощь. Людочка, спасибо огромное за то, что подарила нам сегодня частичку души. Звездный завтрак